Всероссийская перепись населения подходит к завершающей стадии. В течение этой недели продолжат свою работу переписчики и стационарные переписные пункты. Также до 14 ноября можно заполнить анкету на портале госуслуги. Проводить перепись раз в 10 лет необходимо для того, чтобы видеть четкую картину общественной жизни и принимать точные экономические и социальные решения. Бейдж, шарф, сумка с символикой всероссийской переписи населения, фирменный синий жилет, атрибуты, по которым легко узнать переписчика. Рабочий день Инны Паршиной начинается в 9 утра и заканчивается в 9 вечера с перерывом на обед. В среднем переписчик обходит в день 300 квартир. Процесс общения занимает всего несколько минут и значительно упрощается, если перепись уже пройдена на госуслугах. Перепись занимает всего лишь пару минут, в зависимости от того, сколько людей проживает в квартире. Если родители с детьми, ну чуть побольше, ну минут 5. Если человек переписался на госуслугах, нам на планшет автоматически приходит подтверждение. Мы приходим к человеку, фотографируем QR-код и подтверждаем перепись. Если переписчик никого дома не застает, то он оставляет уведомление с приглашением посетить стационарный пункт. Один из таких переписных участков находится в 52-й школе в микрорайоне Мамулино. Сюда можно прийти в будни с 5 до 8 часов вечера и в выходные дни с 11 утра до 7 вечера. Сразу информация вносится в планшет, все электронно. Ежедневно в конце дня эта информация синхронизируется и отправляется мониторинг в центральную базу. Перепись населения помогает собрать ценные статистические данные, которые позволяют принимать точные экономические и социальные решения. Этот механизм государство использует для разработки программ развития отдельных территорий, отраслей и страны в целом. Для того, чтобы местные жители понимали, что им в дверь звонит именно переписчик. Те, кто помогает проводить перепись заранее, делают вот такие снимки. И просят управляющие компании распространить их на информационных счетах в подъездах. Все переписчики соблюдают санитарные требования и проходят ПЦР-тестирование на выявление коронавируса. Однако самый простой и безопасный способ принять участие в переписи по-прежнему – портал госуслуги. В среднем в течение 10 минут там можно самостоятельно заполнить все переписные листы. Сделать это необходимо до 14 ноября.